Девушки отдыхают Слава Украине и слава и воля! Слава Украине! Героям слава Украина, Ц Европа, а кто не скачет, тот москаль! Не могу сказать, что это приятно, но таков наш принцип. А я тоже готов продаться недорого. Оценили всю выгодность этой сделки? Когда вышла АЗ, еще Гиви был жив. Саня бабушке слал фоточки с Мотороллой. За двухсотили всех теперь некого звать. В кафе Сепар на ужин. В кафе Сепар на ужин. Ну что, карасики, на этой неделе печеньки были настолько в радость, что на двухсотую программу мы решили закатить головокружительную вечеринку в кафе Сепар. Поскольку программа «Двухсотая» решено было устроить тематическую вечеринку и собрать всех новоросских друзей, которые уже имеют отношение к этой цифре. Или только собираются вступить в элитный двухсотый клуб Новороссии. Мы настолько банановая республика, что к нам никто рубля сюда не привезет, инвестиций не будет. Рай и а в небесах, утверждают ханши. Я в себя заглянул, убедился во лжи. Хотели без всякого пафоса отдохнуть душой, тяпнуть грамм по 200 Лугановы. Так это был душевный порыв, или это Луганова постаралась? Закусить донецкими помидорчиками, пока те еще не ушли на экспорт в Турцию. Обязательно будем продавать везде, особенно в Турцию. Потом потанцевать от души. И что, Новая Россия! Отработал еще один брат Отработал за всех нас полна Работайте, братья, работайте Если выйдет с девчонками позажиматься Но главной фишкой вечера должен был стать штурм картонного метро. Просто наша праздничная двухсотая программа удивительным образом совпала по датам с памятной для всей Недороссии битвой за вискарь и сосиски. Ну а шо, в Москве же штурмуют каждый год картонный Рейхстар? Сегодня в Подмосковье штурмовали Берлин. Почему бы и в Донецке по аналогии картонное метро не штурмовать? В общем, планы на праздник у нас были грандиозные, но, как часто бывает, вроде бы продумал все до мелочей, а тут бац и включается человеческий фактор. Людям хочется, мне его масштабы. Звоним Гиви, а он морозится. Алло, Сластика, ты с нами все пройдешь? А вот ведь тишина. И с моторолкой ровно та же история. Ни смс-ки тебе, ни дружеской гифки. Прям вот веет от такого отношения холодом. И у меня, честно, сердце кровью обливалось. Нет, может, конечно, он на замеры к Церетели уехал. Памятник все-таки тоже дело серьезное. Захар Прилепин хочет поставить памятник в Мотороле. Но, знаете, глядя на это все, не покидало ощущение. Все эти двухсотые гости какие-то необязательные. А потому, чтобы не портить праздник, мы вспомнили чудесную поговорку. Новый друг лучше старых труп. Сегодня мы будем пить тольпяшечку лодочки. Залпан! Хотя, кажется, в оригинале она что-то иначе звучит. В общем, ребята, вот что мы вам скажем. Молодежь не подвела. Разве что некоторые наши вкусы еще не совсем понимают. Вот, например, депутат Народного совета ДНРы Маша Пирогова. Я обычный пахарь, который старался помогать людям. Походу услышала где-то, что нам нравится, когда, ну, скажем, разносит боевиков и их пособников. Но, видимо, ввиду юного возраста что-то не так поняла. Короче, к двухсотой программе юного депутата Пирогову конкретно разнесло. Но лучше уж так, чем совсем без подарка. Как вот, например, БНС. Здравствуйте, уважаемые товарищи, трудящиеся в Украине! Пацан, походу, отгадал загадку красно-черный, но не бандеровец. Ура! В остальном же всем вымершим видом Красной книги Недороссии получилась нормальная замена. Даже если нас не станет, придут на наши места другие люди. Ну, серьезно. Кому те танцы Гиви нужны, когда Юляха теперь для нас целые клипы снимает? Правда, сюжет получился так себе. Чувиха, которая круглыми сутками борется с хунтой и карателями? Такого мир еще не знал. Террористов ИГИЛ Украина обошла на повороте. Радов фактически утвердила смертную казнь для украинцев. Кто начнет войну во время поста, тот и есть антихрист. Зачем-то включила режим озорной малолетки. Нет, зачем взрослые тети включают такой режим, всем хорошо известно. Но дети-то тут при чем? А еще наивная училка зачем-то влепила Юляхе замечания по математике. Марь Ивановна, нафиг этот сыр! За себя побойтесь! Завтра в школу за такое Микола Бимбович лично на разборке приедет. Еще раз попередживаю! Еще раз попередживаю! Не треба скиглите, треба брать лопату. Он человек в возрасте, креатива не понимает. А Юляха все равно домашку как не делала, так и не будет делать. Какая домашка, когда киевская хунта с ИГИЛовцами спелась? Украинская армия вновь открыла под горловкой второй фронт ИГИЛ. У крымско-украинской границы сконцентрировано несколько тысяч боевиков ИГИЛ. А вот кто порадовал творческим подходом к поздравлению, так это наш новый знакомый, глава клуба «Голубая устрица Луганская». Самый доминантный пацан Ленинского района с позывным «Коммунист». Я Виталий Киселев, позывной «Коммунист». Так вот, талантливый мужичок решил порвать тусовку достаточно редким жанром. Когда ты угрожаешь украинцам с такими сложными щами. Запомните, сволочи, что мы вас будем искать везде, куда бы, в какую бы щель вы не залезли. Что не смеяться, слушая этого ниндзу-чебурашку, просто невозможно. Какие бы жесткие вы не были и как бы вы нам не протестояли, мы сильнее вас. Вы не люди, вы не люди, вы будете наказаны. По слухам, после каждой записи этой программы в Луганской устрице происходят страшные вещи. Просто беспомощность и лишняя энергия – это, знаете ли, взрывной коктейль. А вот кто еще заслужил золотую карту в Луганскую устрицу, так это младший научный сотрудник Министерства галлюцинаций ДНРы Дани Бессон. Мы не исключаем, что в скором времени на одном из телеканалов Украины появится очередной постановочный материал о якобы победоносной операции воинов света с демонстрацией ржавых банок из-под тушенки. Мы всей базой НАТО были уверены, что к 200-й программе Бессонов и Басурин железно достанут из загашников последние прошлогодние мухоморы и, так сказать, тряхнут стариной. Ну, а тебе ничего не скроешь. Мы просто стараемся делать свое дело. Может быть, конечно, на деле так и было, но по факту торкнуло пацанов совсем не в ту сторону. Ну, хотя бы потому, что использовать пленных в своих пропагандистских историях – это мерзко. В ходе успешно проведенной совместной спецоперации народной милиции МГБ ДНР диверсанты были задержаны и взяты в плен без боя. Кто не знает, мы отчасти напомним. Не так давно 8 украинских солдат в районе Новотроицкого сбились с пути и попали в плен к боевикам. Причем ехали на очень заметной машине и без оружия. Сегодня утром 8 военнослужащих из состава объединенных сил на грузовом автомобиле двигались в районе Новотроицкого, отклонились от маршрута и попали на временно оккупированную боевиками территорию. Казалось бы, все, получили пленных, что еще надо? Но нет, надо ж через пацанов методички прокачать. В общем, 8 солдат 53-й бригады вдруг превратились в вероломных украдиверсантов. Была подготовлена диверсионная группа в количестве 8 человек в составе 53-й бригады, задача которой входила – скрытно проникнуть в территорию республики для проведения диверсии. Ну да, все ж диверсанты не на животе пополю, а прямо на машине в тыл въезжали. Но самая дичь была вот тут. Недоросы так спешили изготовить типа диверсантам военные билеты ДНР, что некоторые получились с одинаковыми фото. Походу, со времен диверсанток, взятых из гугл-картинок, жизнь сотрудников Министерства галлюцинаций ничему не научила. В августе этого года с территории Украины прибыла группа в составе 3 женщин. Основная задача – проведение терактов на территорию республики. Но знаете, в чем прелесть 200 программ о боевиках и их пособия? На длинной дистанции видна система. И все, кто обещал рушить украинские города. Наши вольские соединения готовы взять штурмом Киев. Каждый год после Донецкой новой республики до Киева я буду война с землей. Клумился над пленными. Мама, хуй, твари, блядь! На колени! Везу ко мне! Это я! Унижал тех, кто не мог ответить. Я их называю не киборгами, а не иначе, как киборгами. Вы жри, блядь! Жри, тварь! Удивительным образом все, как один, становились членами клуба 200. Того самого клуба 200, членов которого мы всячески звали на праздник в честь 200-й программы. Но почему-то никто не пришел. Привет ребятам из Министерства галлюцинации. Мы, если чё, и трехсотую программу праздновать планируем. И что-то нам подсказывает, что к тому времени Новоросский клуб 200 значительно пополнит свои ряды. Бывают такие недели, когда просмотр новостей на федеральных каналах реально поднимает настроение. Ты включаешь телевизор, смотришь и невольно улыбаешься. Украина отказывается от всего русского, от песен, языка. Все последние годы зрители федеральных каналов под предводительством Олюшки Скобеевой прожигали диваны, негодуя от декоммунизации в Украине. На Украине начали переименовывать улицы и города. Все названия, которые хотя бы отдаленно напоминают о советском прошлом, новая власть хочет уничтожить. Вот этот вот жутковатый процесс декоммунизации, пятый год, и вы, мне кажется, погрязли. В то же время в самой России просто тихонечко меняли название советских улиц на новые. Такие таблички здесь появились буквально месяц назад. Ещё недавно эта улица носила имя немецкого философа Карла Маркса. Только в Грозном новые имена дали 28 улицам. Ну да, одно дело неким виртуальным хохлам предъявлять, а совсем другое святому Рамзану Ахматовичу. Те же кизяки при одной мысли об этом уменьшались до размера дедовской портянки. И вот вслед за Чечнёй эстафету декоммунизации приняли, чур громко не ржать, крымское дворянство. Подняли вопрос о возвращении прежних дореволюционных названий улицам и площадям России, в том числе и в Крыму. Ну а что? Под такое дело можно и няшу подключить. Девка-то, чай уже взрослая, должна знать, кто её любимого мужика завалил. Того, гляди, поднакопит злости и декоммунизирует местного Ленина парочкой лоу-киков. Но нам почему-то кажется, что куда вероятнее другой вариант. Просто некий местный остап Бендер решил срубить с дворянства немножко налички. Ну пусть будет на декоммунизацию. Нужна немедленная помощь. Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь детям. Только детям. И никому другому. Но это так, поржать и забыть. Ну а ещё нельзя не улыбаться, глядя на пропагандистов, которые все недостатки своей страны пытаются предъявить кому-то. Короче, чтобы вы понимали уровень. В стране, где дети начинают рыдать, услышав вопрос о счастливом детстве... Таня, как ты считаешь, у тебя счастливое детство? Нет, конечно. В стране, где старики в регионах берут штурмом мусорник... Российские пенсионеры вынуждены искать себе пропитание на помойках. А более благополучные банально экономят на еде, чтобы купить лекарства... Так вот, именно в этой стране федеральные каналы решили снять кино, вино и домино. О чём бы вы думали? О, братцы, не поверите. О нищете в проклятой бездуховной гейропе. Европейцы тоже экономят буквально на всём. Мол, все рассказы о высоких зарплатах – это миф. Кстати, в Европе цены на продукты кусаются больнее, чем в России. Нет, Меркель-то своим пенсионерам немного больше, чем 9 тысяч рублей платит. Это начальник управления молодёжной политики Алтайского края Екатерина Читошникова, которая убеждена, что зарплата выше 9 тысяч рублей – это роскошь. Но хватает этого ненадолго. Вот и вынуждены голодные немцы бегать по распродажам. Даже берут отгулы на работе, чтобы успеть на финальные распродажи. Ничего себе сказал я себе, попивая пивко у телевизора, поделился мыслями с женой патриот Ваня. А мы-то, Машка, ещё и Путина почём зря ругаем, когда беднота за бугром беспросветная. Горбатится за копейки, а потом ещё и химию едёт. В США погоня за сэкономленным центом давно переросла в массовое помешательство. Взгляните, чем питаются жители Соединённых Штатов – дешёвыми полуфабрикатами сомнительного качества и химическим молоком. Вот честное слово, хоть ГУМ-конвой за бугор отправляй, а того, гляди, изголодаются лишенцы и свалятся нам русским на шею. Прямо вот как евреи на жителей оккупированного Донбасса. Украина хочет заселить Донбасс евреями, предупреждает советник Владимира Путина. И это тот удивительный случай, который просто нельзя не проговорить. Да, все мы привыкли к городским сумасшедшим на федеральных каналах. Чего бы нам не скинуть всего одну бомбочку на Киев. Кормить синичек, потому что они жёлто-синие, украинские птицы. И всячески избегать поддержки, а ещё лучше охотиться на снегирей. Но здесь речь идёт не о каком-то городском сумасшедшем, а о советнике Путина. Член Национального финансового совета Банка России, доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии наук Сергей Глазьев. Сергей Глазьев. Новые власти Украины могут попытаться заселить восток страны евреями. То есть, ещё раз, человек, который на трезвую голову вещает о планах Украины заселить евреями Донбасс. Для того, чтобы жители земли обетованной перебрались в Донбасс, регион нужно будет зачистить от русских. Так считает советник российского президента Сергей Глазьев. Даёт советы президенту ядерной державы. И здесь есть два простых комментария. Ну, во-первых, теперь вы понимаете, почему Россия при Путине – это страна фей. Обидно, слушай. Понимаете, откуда все эти распятые мальчики, диспетчеры Карлоса и далее по списку? В соцсетях появились публикации испанского диспетчера Карлоса, который утверждает, что вёл Боинг-777 малазийских авиалий. Написал в своём твиттере, что рядом с лайнером были два истребителя ВВС Украины. Просто рыба напрочь сгнила с головы. Ведь если журналист условного РЕН-ТВ видит, что полную дичь абсолютно безнаказанно могут нести люди от власти, то чем, собственно, он хуже? Прямо в эти минуты на встречу нашей планете на бешеной скорости мчится гигантский стероид. Всё просто. Безнаказанность порождает такую же безнаказанность. Или, может быть, Глазьева за разжигание межнациональной ненависти привлекли, а? Или по свеженькой статье за распространение фейков? Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, который запрещает публиковать фейковые новости. Да как бы не так. Ведь путинские бояре – это уже при жизни памятник. Кто его посадит? Он же памятник! А вот последствия такого чудесного подхода к фейкам все мы имеем возможность наблюдать последние годы. Можно очень долго смеяться над дичью из российского телевизора, если бы у постоянных зрителей от концентрированного уропатриотизма реально не начинались проблемы с психикой. Это, например, один из лучших педагогов Краснодарского края проводит разъяснительную беседу с юным предателем Родины, явным белоленточником и либерастом. Если вам ребенок говорит о том, что он ненавидит русских в Россию, а? Вырастили родители, значит, со потенциального украдиверсанта. Ишь, что позволяет себе этот клоп-солдатель. И русскую землю он не любит. Но ничего. Сейчас мы тебе мелочь пузатая любовь через поцелуи прививать будем. Поцелуи землю звать. Та, которая тебя гордит. Да-да, вы все верно поняли. Макаренко в юбке заставила пацана целовать родимую русскую землю с пычками, с соплями и прочими радостями возле типичной российской песочницы. Ты русский! Ты вырос на русской земле! Я русский! Понял? Я русский! Это просто, чтобы все понимали, во что выливается засилье городских сумасшедших на федеральных каналах. Все эти потоки ненависти и вечный поиск врагов. В итоге одна беззащитного ребенка мутузит. Другие, дав подливы против бородачей в Ингушетии, почувствовали себя суперменами перед безоружной школотой и студентами, приехавшими на концерт. 20 человек сдержала полиция после концерта в Лужниках. А третий, пока никого не мутузит, просто одевают к празднику форму сотрудников НКВД. В рамках проекта ГУ МВД России по Ростовской области полицейские предстали в образах сотрудников НКВД. Ну а почему нет? Хорошие ведь ребята были. О, подумаешь, пару миллионов по подвалам расстреляли. Эх, доносы, лагеря, враги народа в братских могилах. Золотые были времена. Один из них только что мне сказал. Если Родина нас позовет, мы еще сможем им показать Кузькину мать. Благо царь-батюшка делает все, чтобы настоящие патриоты страны, русской, поскорее к тем славным денькам вернулись. Лагерей пока не понастроили, но переписки россиян в любой из соцсетей товарищ майор теперь железно будет читать. Я сейчас могу запустить программу, которая подключит базу данных и попытается собрать данные из баз. Да и правильно. Не должно быть у гражданина от государства секретов. Потому что с мелочей все начинается. Сначала строчат жене в мессенджере, что зарплата маленькая, а потом, оп, и скачут уже оба на Майдане. В общем, все строго по Оруэллу. Ой, простите, мизулины. Чем больше запретов, тем больше свободы. Запрет, как норма права, из которой конструируется закон, и слово должно быть очень четким, которое что-то запрещает. Это и есть самая большая свобода человека. А вывод отсюда простой. Известный и каждому еще со школьного курса физики. Любое действие рождает противодействие. История человечества показывает, что народ, как пружина, его можно долго зажимать, но рано или поздно пружина разожмется. Диктаторы, как правило, после такого не живут. И есть большое сомнение, что кое-кто станет исключением из правил. Это была, казалось бы, обычная для России неделя. В смысле, включаешь любой федеральный канал и быстро понимаешь, такс, ничего не изменилось. Градус маразма такой же стойкий, как перегар возле киоска с пивом 1 января. Тереза Мэй утром объявила о своей отставке. Да, ну вот так вот, со слезами на глазах. Причины для слез у британского премьера и правда были. Она оставляет страну в расколе политиков, в недоумении, а наблюдателей с полным ощущением абсурдности происходящего. Да есть же, есть же кабанчик. Подбрасывали вставные челюсти в воздух краснодарские бабушки. Победили мы, значит, сам Мэй Буржуйскую. Да, мы вот, Тереза, мы предупреждали тебя, предупреждали, просили, не идите против отрядов Путина. Не идите против России, потому что это всегда карма настигает. Будет знать, как с отрядами Путина связываться. Она заслужила этого. Она была против России, против отрядов Путина. Примерно в это же время не менее значимой победой отметился и наш старый знакомый Михеевич. Включив в режим скрепы наши все, этот карасик на всю страну показал силу отечественных аргументов. Идите в жопу отсюда, ясно, нет? Все, свободен, свободен, я тебе говорю, свободен, все. Там вот иди, где-нибудь в сортире, там расскажи, в унитаз покричи. Ясно, нет? Все. Тут уж, как говорится, попробую возразить. Ну а вообще, глядя со стороны, складывалось впечатление, что на этой неделе за поребриком сдавались некие нормативы по скрепам. Скандальное прощание и вечеринка в откровенных нарядах в Приморье. Вот, например, шкалота из Владивостока уверенно сдала на первый юношеский. Мальчики-зайчики в стиле журнальной эротики, девочки в полицейской униформе, фальшфейеры и разноцветный дым. Было ОБЖД, стало БДСМ. Так сказать, импортозаместили ребят в школьную программу. Праздничные белые рубашки сменили на черный латекс для совсем не детских игр. Прощание со школой в стиле БДСМ. Ну, хватит уже о юноше. Пора и к первому взрослому разряду по скрепам подбираться. И вот здесь вне конкуренции оказались сотрудники МЧС и путинские бояре, которые для борьбы с лесными пожарами привыло к ли... Чё бы вы думали? Верно, икону! Спасатели сходили в крестный ход в защиту Слободского от пожаров. Вот где духовность! Вот где скрепы на марше! В Гейропе-то поди, до такого бы не докумекали, и на пожарные машины денежки спустили. С лесными пожарами, кстати, связана и самая скрепная история недели. Причем получилась она еще и с эротическим уклоном. Тихо-тихо-тихо-тихо! Вы что делаете? Эй, что он сказал отсюда? Алло! Сергей, вонючий! Ведь драка путинского боярина с журналистом канала «Россия» – это классический вариант. Жабы против гадюки. Глава Ширинского района Республики Хакасия Сергей Зайцев совершил нападение на съемочную группу программы «Вести дежурную часть». Вот как это было. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Вы что делаете? Кто из ребятшек хвакал, а кто плакал, разбираться особо не хотелось. Интересна была предыстория. Еще пять лет назад, во время очередных лесных пожаров, тысячи россиян потеряли свои дома. В результате пожара в Хакасии погибли 10 человек, пострадали почти 500. Огонь уничтожил почти 1300 домов. Бояре в Москве почесали бороды и решили, случай непростой, надо бы холопом на дома Чутоксбарского стало денег дать. На строительство новых домов из федерального бюджета было выделено порядка 5 миллиардов рублей. Естественно, не напрямую, а через своих людей в регионе. Ведь после пожарища стоит устойчивый запах не только гари, но и распила. Контролировать масштабную стройку должна была местная администрация. Но в итоге многомиллионные хищения и непригодные для жилья гнилые коробки. Короче, домики для людей вышли такие, что закачаешься. Кругом грибок, вода, полы проваливаются. Плесень, труха и трещины. В комнатах стоит невыносимый запах канализации. Потопаем, потопаем, вот, видите, что. А, это проваливались полы, да? Вот так хлюпаешь в своем доме по воде, а кругом слышится 5 миллиардов, 5 миллиардов. Даже слухи нехорошие по региону стали ходить, мол, путинские бояре очень даже не против пожара. Потому как на восстановление завсегда денежку срубить получается. Чем больше горит, тем больше выделяется, тем больше можно стырить. И потому, я уверен, кто-то в этот момент поднимает тост со словами, ну, как говорится, за пожар благодетель. Тема заработка чиновников на горе людей в одной скрепной стране настолько щекотливая, что от получения в кабину не спасает даже микрофон канала «Россия» в руках. Вы какого черта сюда приехали? Сергей, быстренько отсюда! Что делаете? Быстро отсюда, я сказал. И это журналиста федерального канала. А простого человека за неудобные вопросы вообще бы на месте прикопали. И здесь не нужно искать каких-то сложных объяснений. Просто путинская Россия – это страна в спортивках и на корточках. Причем как для своих, так и на экспорт. Россия в этих слушаниях участия не принимала, но суд, тем не менее, что-то там работало, работало, работало. Там объективно никаких претензий к России быть не может. Никогда такого не было, и вот опять Россия снова растоптала все договоренности, на которых держится современный мир. Судьбу украинских моряков должен решать российский суд. Так сегодня в Кребле ответили на решение ГАГского трибунала по морскому праву. Выполнять решение трибунала Москва вовсе не собирается. И здесь нет никакого пафоса. Все просто как двери. Есть страны. Между странами бывают споры и конфликты. Решаются они цивилизованно в международных инстанциях. Вот и история с, по сути, пиратством в Керченском проливе. Мы пойду при Идеалии. Да, да, да. А потом физически вытесняли. Ну да. Давай, блядь, 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 держаться всем, блядь, блядь, блядь. Надо, блядь, ебать этих моря, надо их заебать им, блядь. Дошла до международного трибунала по морскому праву, где, рассмотрев детали истории, было принято решение обязать Россию немедленно отпустить захваченных украинских моряков. Международный трибунал ООН призвал Россию освободить украинских моряков. Казалось бы, всё, вот и история и конец. Осталось выполнить решение отпустить людей, отдать корабли. Трибунали также считают, что Москва должна вернуть Киеву конфискованные буксиры и два катера. Но не зря же мы употребляли термин «страногопник». Признать свою неправоту для дворового гопуни – это страшный удар по репутации. Ведь тогда в глазах товарищей по лавке он больше не будет выглядеть всесильным ниндзя-чебурашкой. Знаете, вот это вот нагнетание – трибунал потребовал немедленно освободить, да всё. Один короткий вопрос – а то чё? А то ничего. А кто они вообще такие? Америка признаёт этот суд? Мы это решение признавать не собираемся. Короче, в Кремле быстро осознали, что если выполнить решение трибунала, у холопов может зародиться подозрение, что цари-бояре им врали. А потому на арену экстренно выпустили элитных городских сумасшедших. Мол, настраивайся, Вова, будем ломать через колено. Ну, чё тут говорить? Мы не признаём этот трибунал. Ну, послушай, у нас там не было. Эти решения, этот трибунал – это нет ни что и звать никак. Что за бред вообще? Что это за трибунал? Какие у него там решения в голове? Трибунал? Какой трибунал? Ничего не знаем. Это не в их компетенции. Инцидент с украинскими судами в районе Керченского пролива не попадает под юрисдикцию трибунала ООН по морскому праву. Об этом сегодня заявили в российском МИДе. И этому можно даже не удивляться. А знаете почему? Это последствия безнаказанности, к которой привыкла Россия в эпоху дорогой нефти. Когда очень многие, в том числе и на Западе, наивно верили, что с Путиным, если и не дружить, то можно договариваться. 30 активистов Greenpeace попытались подняться на нефтедобывающую платформу «Газпрома» в Баренцевом море. В знак протеста против разрушения природы в Арктике. Оперативники задержали защитников природы. Это история 2013 года, когда Россия, похоже, истории захватила корабль с экологами. Россия тогда заявила, что защитники природы штурмовали нефтяную платформу. Спецоперация была проведена мгновенно. Судно было отбуксировано в Мурманск, а 30 человек, находившихся на борту, отправили в СИЗО. Тогда все тот же международный трибунал призвал Москву отпустить пленников. Но ответ был ровно таким же, как и сейчас. В Москве уже дали понять, что исполнять решения не намерены. В МИДе страны сегодня заявили, что дело об экологической акции Greenpeace и аресте Arctic Sunrise не входит в юрисдикцию трибунала в Гамбурге. Ваши доказательства никакие не доказательства, процедил сквозь зубы Гамбург. И вся планета утерлась. Вот откуда растут ноги в их полной уверенности, что и в этот раз ничего не будет. Россия в наглую, нахально демонстрирует, что пишите что угодно, мне все равно. И вот эта логика мелкого уголовника на районе, она оказывается срабатывает, поскольку, как это было в старом советском фильме, нервовосметодов на Койску Сопрыкина. Ну и напоследок. Просто запомните реакцию на решение трибунала в Гамбурге. Наш МИД уже ответил. Трибунал не имел права вмешиваться. Мы на ультиматумы не отвечаем. Москва будет отстаивать свою позицию по инциденту в Керченском проливе. Трибунал не обладает достаточной юрисдикцией для рассмотрения таких дел. Это пример того, что они будут делать после такого же трибунала по Боингу. А значит, есть время подумать. Подумать о санкциях и механизмах, чтобы преступник обязательно был наказан. Ведь если закрыть глаза сейчас, то пусть не завтра, а через год-два будут новые пленные. Будут сбитые самолеты. Гопник всегда расправляет крылья. Почувствовав слабость. Никогда такого не было. И вот опять в самых честных и независимых республиках очередной парад переобуваний. Пути Донбасса и Украины разошлись навсегда. Только вот из каждой дырки несся визг. Никакой укропии! И тут вдруг оп! И любимец федеральных каналов типа мэр Горловки оказывается уже совсем не против автономии в составе Украины. Иван Приходько поддержал проукрынский флешмоб в Донбассе и обосновал журналистам, почему требовать вхождение Донбасса в состав Украины на правах автономии – это нормально. Нет, то, что им банановой смазкой в районе головы помазали, уже не оставляет сомнений. Потому как граждане уже совсем связь с реальностью потеряли. Мол, поживем в Украине, а потом всей страной к России присоединимся. Приходько, наш курс – Россия, но сначала нужно войти в состав Украины. Но финт ушами, знаете ли, был очень заметен. А когда ровно то же, почти дословно повторил и представитель святой Луганды бравый майор Марочка, «Я, как коренной житель Донбасса, присоединяюсь к акции». Стало окончательно понятно, что на деревню дедушкам из Москвы прислали свеженькую методичку. Да настолько свеженькую, что помимо чинуш, даже свинкам Пепам разрешили без люлей от МГБ обращение к Украинам писать. «Обращаемся к президенту Украины». «Мы обращаемся к вам с просьбой – дайте автономию Донбасса». «Надеемся, что вы нас услышите, и мир наконец-то вернется». И все это смотрелось ну очень палевно. Особенно в свете того, как параллельно с новоросами в бой бросили придворных кремлевских зайцев. «Не надо бороться с Украиной, с украинством. Это удивительная, прекрасная страна, поразительный народ, поразительная культура». Да-да, вы не ослышались. Тот самый политолог Прилепин, который прямым текстом призывал убивать украинцев. «Захар, вы убивали людей?» «Да, безусловно. Я приехал на Донбасс, когда уже шли эти бомбардировки. Понимаете, я взял в руки оружие». «Работаем». Теперь принялся рассказывать, как в оккупированном Донецке любят украинский язык и культуру. «Не было никогда ни малейшей цели хоть как-то бороться с Украиной, с украинством. Там все люди, которые говорят на суржике, на мове, еще на чем-то размовляют, то без проблем». Но даже такие байки просто меркли на фоне цинизма «Ягодки даже не опять, а всегда», известные в народе как «Валя стакан». «Россия заинтересована в налаживании нормальных добрососедских отношений с Украиной, с нашим братским народом украинцам». «Красавица, сделав лицо кирпичом, предложила украинцам начать все с чистого листа. Да и правда, из-за чепухи же поссорились». «Давайте начнем с чистого листа. Валентина Матвиенко о будущем отношений Москвы и Киева». «И знаете, все это напоминало двух соседей, когда один, воспользовавшись временной слабостью другого, сначала отжал несколько комнат». «Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань». «А потом еще и полез убивать родных соседов». «С апреля 2014 года и до конца 2018 на востоке Украины погибли 13 тысяч человек». «Но вот проходит время, и он, улыбаясь в 32 зуба, а, извините, это же Россия, и он, улыбаясь в 23 зуба, как ни в чем не бывало, заявляет, «Сосед, соседушка, ну что ты как неродной, ну давай того, с чистого листа». «Давайте начнем с чистого листа». «И глядя на все это нельзя не отметить, ребят, похмеляться надо. Ведь следуя вашей логике, можно было и Чикатило отпустить, ну а что, может он тоже с чистого листа хотел». «Это, ну не укладывается ни в какие рамки, кроме, собственно, представлений вот этой вот уголовной такой дерзости и умению поставить себя на район. Можно было бы сказать, что это полная ахинея, но эта дама, она крупная фигура в Российской Федерации». При этом нельзя не умиляться, как одной рукой ребятушки держат табличку «давайте мириться», а другой продолжают открыто манипулировать. «Минские соглашения, они не только о войне, они еще и о переформатировании Украины, они о том, чтобы Украина превратилась в конфедерацию». Особо одаренные дотрынделись уже до того, что «Минские соглашения» оказывается, «это не дорожная карта по возврату оккупированных территорий в Украине, а напротив бракоразводный процесс». «О чем Минские соглашения изначально? Они на самом деле об отделении, о разграничении, да, о выделении вот этих территорий, фактически состава Украины. Минск – это о разводе, развод, не объединение». И в этом свете хотелось бы уточнить, мы правильно понимаем, что Лавров с Путиным врали всем, утверждая обратное? «Украина должна оставаться единой». Впрочем, искать логику в русском мире – дело абсолютно бесперспективное. В чем мы в который раз убедились, посмотрев траурные видосики из Донецка? «Донецкий прошел памятный митинг, посвященный пятилетию со дня первого авианалета и арт-удара». «Участники возложили цветы и зажгли лампадки к модели самолета, которая символизировала не только уничтоженный гражданский аэропорт, но и память о погибших от авиации гражданских жителях Донбасса». На этой неделе была пятая годовщина памятного боя за Донецкий аэропорт. Тогда кадыровцы и российские наемники пафосно торговали рожами на площади лень. «Мусульман, которые приехали защищать Россию, защищать русских, защищать интересы этой страны». А потом поехали захватывать стратегический объект – международный аэропорт, где на тот момент еще были рейсы. «Аэропорт был окружен, здание терминала перешло под контроль ополченцев, а пассажиров и сотрудников эвакуировали». Уверенные в собственной безнаказанности, вооруженные до зубов, кадыровцы позировали на крыше нового терминала. А потом завязался бой. «За моей спиной находится территория аэропорта, там сейчас слышны выстрелы, идет бой». «Стрельба возле аэропорта Донецка продолжается уже несколько часов. Интенсивность боя постепенно увеличивается». «Его итогом стала гора трупов и позорное бегство гостей из России. Еще раз, не каких-то местных сторонников федерализации, а именно русских спецов и наемников». «Тела ополченцев, погибших при ночном обстреле грузовика с ранеными в Донецке, привезли в морг. Никому из тех, кто ехал в грузовике, выжить не удалось». «Причем со временем в Кремле уже даже перестанут скрывать факт вооруженной агрессии. И в Подмосковье установят памятник россиянам, погибшим 26 мая 2014 года». «Увековечили память воинов-добровольцев, погибших на Донбассе». «Просто зацените количество фамилий. А тогда гражданская война». «Этот нарратив, поскольку он внедряется системно, он работает. И это самое ужасное. Упорство и системность российской пропаганды на самом деле вызывает у меня, честно скажу, временами даже зависть». «А вот в Донецкой народной такие факты сейчас вспоминать очень не люди. Просто они ломают пропагандистскую картинку, где, видимо, от нечего делать. Пришла злая хунта и началась война». «Пять лет назад, 26 мая, в Донецк пришла война. Именно в этот день столица ДНР подверглась массированному обстрелу». «И ничего, что к тому времени в Славянске и Краматорске уже месяц как шли полноценные бои. А сам Гиркин давно признался, что это его группа развязала войну в Украине». «У нас полсковой ключок войны, нажал я». «Рыбкам гупи» помнить это не обязательно. Ведь нет ничего удобнее для пропагандистов, чем короткая память у паствы. «Мы почтим память тех, кто пал на поле боя. Почтим память тех, кто погиб от преступных обстрелов со стороны Украины». «Когда не удалось насадить свою идеологию нам, Киев, не задумываясь, перешел просто к убийствам». «Слыхали, как заливает? Вот же хунта кровожадная!» И это при том, что ни для кого уже не тайна. Большинство понаехавших в тот день пало от дружественного огня. «Нас, грубо говоря, вывели друг на друга, вот просто подставили». И здесь не получится списать на «Вы все врете». О подробностях гибели группы «Искра» прямо говорят сами боевики. «Я убежден в том, что все было спланировано заранее. Расстрел был предопределен». «Камазы были уничтожены, расстреляны, причем батальоном «Восток». «Нас, грубо говоря, вывели друг на друга, вот просто подставили». Машины с отступающими из Донецкого аэропорта боевиками другие бандиты приняли за правосек. «Я спросил командира Иванова, почему вы по нам начали стрелять?» Он сказал, что с аэропорта выходят два камаза правосеков, всех уничтожен. А нам был приказ, что мы окружаем нацгвардии. То есть нас, грубо говоря, вывели друг на друга, вот просто подставили». Завязался бой, в ходе которого одни российские наемники банально расстреляли других. «Нам сказали, что выходим, стреляем со всего, что стреляет. Получается, у нас друг на прикрытие открыло беспорядочный огонь. Мы с камазов начали стрелять во все стороны». Показательно, правда? А теперь давайте мы вам напомним, что об этой же истории рассказывал московский телевизор. «Этот искореженный грузовик перевозил раненых из аэропорта Донецка. На нем был флаг медицинской помощи. Но это не остановило силы антитеррористической операции открыть по машине огонь». «Со стороны посадки находился правый сектор, который открыл огонь на поражение по раненым бойцам». «Хунта расстреляла раненых». Чё кому не ясно. И никаких тебе предательств, бородаян. «То, что вокруг аэропорта нету правосеков, это Бородай точно знал. И то, что аэропорта не будут правосеки, это тоже он знал. Но почему-то он не сказал об этом искренне». И расстрела своих под крики там нацики. «Когда они стреляли, они в полной уверенности ребята были, что они расстреливают правый сектор. Это всё сопровождалось криками, и криками вот именно такой вот, как бы вот с ненавистью, да, там, с***, сдохните, там, и тому подобное». «Теперь-то вы понимаете, почему всё это важно повторять, не давая Кремлю переписывать историю?» «Ведь согласитесь, вряд ли получилось бы рассказывать о том, что Украина начала войну». «И считаю, что вот именно вот эта дата, 26-е число, она, этот день начала новой великой Отечественной войны». «Расскажи они людям правду. Правду о том, как вооружённые до зубов российские боевики сначала ехали захватывать аэропорт в чужой стране, а потом, убегая, попали под огонь своих же товарищей». «Зашёл я 23 мая. Украину в составе интербригады, первой интербригады Юго-Востока. Команда «Искры-1». Путь бригады был короткий, но яркий. Участвовали в параде, на следующий день благополучно почти все погибли. В аэропорту 26-го числа». Но с таким подходом сеть ненависть не получится. А потому по всем каналам России вам с радостью расскажут, как злые каратели сначала распяли невинных новоросских мальчиков, а после вероломно добивали раненых. Ведь ложь – это основа русского мира. Бессмысленного и беспощадного. Беспощадного не только к живым, но и к мёртвым.